Сосредоточенная на фальшивом киллере по имени Гэри Джонсон, он принял идентичность, созданную для работы под прикрытием, поскольку он влюбился в одного из людей, которых он пытался заполучить. На охоте. Концовкой вымышленной, но историей с правдой внутри, давайте перейдем к видео и обсудим истину за реальным фальшивым киллером и объясним конец фильма. Итак, начнем. Вот реальная история за Хитменом и конец разъяснен. Спойлеры будут в этом видео. Правдивая история. В конце фильма была дань настоящему Гэри Джонсону. Гэри Джонсон действительно был настоящим фальшивым киллером, который помог в 70-плюс арестах, но так как и то, что он был ветераном Вьетнама, преподавателем колледжа, как в фильме, это один из самых расслабленных парней. Убийство в конце к Джасперу не было настоящим, это было придумано для драматического эффекта, о чем говорят титры. Но была ли правдива картина Гэри, представленная в фильме? Говорили, что Гэри Джонсон был известен как Лоуренс Оливье, на поле его актерские навыки как фальшивого киллера были убедительны, и люди верили в персоны, которыми он становился. Он ценился за подход к людям, заставляя их признаться в намерениях, что отражено в фильме. Алькак в фильме он искал информацию о людях, с которыми он встречался, и корректировал свое поведение. К его мнению, работать для них. Он на самом деле не создавал связей с людьми, которых встречал. Говорилось, что на одной из тайных операций он встретил женщину, которая хотела заказать убийство своего парня. И во время этой встречи он отправил ее в социальные службы, вместо продолжения операции. Выяснилось, что женщина была жертвой насилия от мужа, и она была с ним из страха по отношению к своему будущему. Так что это, скорее всего, вдохновило отношения, которые мы видели в вымышленном фильме между Гэри и Мэдисон. Это показало мягкую сторону персонажа, что он мог видеть сквозь ситуации и понимать, злые ли люди в глубине души. Судя по тому, как в фильме изображен Гэри Джонсон, и исследовав, каков он был, я думаю, фильм хорошо ему служил. Да, в нем были вымышленные элементы, которые были сделаны с полной творческой лицензией. Но тот факт, что это был реальный парень, удивил меня. Как мы видели в последние моменты, реальный Гэри Джонсон скончался в 2022 году. Моя рецензия на фильм. Я думаю, что это действительно хороший фильм. У него есть хорошее сочетание того, что он не воспринимает себя слишком серьезно, но у него отличная актерская игра, солидная история. И он также довольно хорошо снят. Да, в комедиях есть несколько жутких моментов, но поскольку история на самом деле довольно хороша, она не кажется неуместной. Это просто очень веселое времяпрепровождение, в котором есть некоторые творческие элементы. Лично мне нравилось слышать в голове Гэри, так как это позволяло комедийным моментам по-настоящему сиять. В ситуации, когда кто-то совершенно не в своей тарелке, услышав, что происходит, он думал о том, что ему нужно переключиться между Роном и Гэри. Это позволило нам лучше понять персонажа. Чувствовал, что знаю Гэри благодаря глубокому пониманию его мыслей. Спектр его личностей, разнообразие костюмов и голосов впечатляет. Глен Пауэлл хорошо переключался от одного Гэри к другому. Особенно понравилась сцена в кафе, где Гэри договорился о первом убийстве. Смена образа между Гэри и киллером была неожиданной. Сцена идет ритмично. Неизвестно, будет ли он не в своей тарелке или облажается. Это держит в напряжении. Разговор диктовал ход сцены, и Глен Пауэлл это отлично сыграл. Не чувствую глубинного смысла в фильме. Вероятно, его нет. Фильм словно хотел показать, что оставаться собой и меняться со временем – это нормально. Одна из последних фраз. Если вселенная не фиксирована, то и ты нет. Это не имеет эффекта, но и не обязательно. Фильм сам по себе не воспринимает себя всерьез. Не каждый фильм, не воспринимающий себя всерьез, становится хорошим. Но этот отличен. Все основные актеры показали высокий уровень игры. Отличная игра Пауэлла и Арджуны и второстепенных персонажей в полиции. Все актеры знали свою роль и его цель. И это меня впечатлило. Не было плохой игры. Если посмотреть в пятницу вечером, не пожалеете. Приятно смеяться. Хронометраж идеален. Актеры играют хорошо. Смеяться вслух, но вы наверняка будете смеяться про себя. Это победа для Netflix, чего у них не было уже давно. Так что обязательно посмотрите этот фильм. Объяснение концовки. Поэтому, когда дело дошло до финала этого фильма, мы увидели Джаспера. Человека, чья работа Гэри. В конце концов, он попал в начало фильма, потому что он был отстранен, на самом деле был следовал за Гэри все это время. И он видел, что Гэри и Мэдисон были в какие-то отношения. Мэдди убивает своего бывшего мужа из-за страха, что он уйдет, чтобы убить ее после того, как он нанес ей удар, мы видели, что Гэри показал себя Нерон, и на самом деле быть Гэри. Однако, несмотря на то, что он знал, что она была убийцей, это не помешало ему хотеть быть с ней. И он фактически помог ей сорваться с крючка, когда она была подозреваемой номер один. После этого все прошло успешно, когда Гэри отправился к Мэдисон, которое вечером он увидел, что Джаспер ждет его приезда, и задумал шантажировать за миллион долларов, что она должна была получить от страхования супруга, чтобы купить его молчание. Однако, когда Мэдисон принесла пиво, она его отравила. Гэри разработал план и проявил внутреннего Рона, сделать так, будто Джаспер сделал это сам, идя против слов Джаспера, он сказал, что Гэри никого не убьет. Гэри так вжился в свои роли, что в итоге стал смесью Гэри и Рона, убив Джаспера и убрав из дела, чтобы он и Мэдисон были вместе, что помогло бы ему продолжить делать любимую работу без помех от Джаспера постоянно. В конце показали момент спустя годы. Гэри и Мэдисон вместе, казалось, Гэри нашел баланс между Гэри и Роном. Идентичность, с которой он, наконец, почувствовал себя комфортно, соответствует тому, что он говорил на лекции. Где он заявил, что если вселенная не статична, то и люди не статичны, так что люди могут измениться, и это то, что он сделал. Мы видим, что у них теперь двое детей вместе, и когда один из них спросил, как они встретились, они поняли, что никогда не смогут рассказать настоящую историю. Но им это было нормально, потому что им нравилось быть людьми, которым они стали. Конечно, это было клише, но это сработало в контексте этого фильма. Гэри начал как поддельный убийца, был возмущен, когда Мэдисон убивала кого-то, но затем, в конце фильма, он стал убийцей, кем он никогда не думал, что станет. Так что я предполагаю, что люди действительно меняются. Так что вот она, правдивая история за...